В Казани полицейские расследуют кражу бриллиантов на 100 миллионов рублей. Мешок с драгоценными камнями пропал после проведения ювелирной выставки. В тот момент, когда сотрудники ЧОПа упаковывали дорогостоящие изделия для отправки в Якутию, к ним неожиданно присоединились помощники. Неизвестные любезно предложили свои услуги, а затем исчезли с добычей. Почему посторонних людей свободно допустили к ценностям и удалось ли установить личности злоумышленников, из Казани передает Фируза Насырова. Нечеткие кадры с камеры видеонаблюдения торгового павильона Казанской ювелирной выставки сегодня, пожалуй, единственное, но самое главное доказательство по уголовному делу. На них несколько человек упаковывают бриллианты. А вот еще видя уже с другой камеры. С разницей в несколько секунд двое мужчин выходит из павильона. У одного из них в руках мешок. Внутри бриллианты из Якутии. После окончания выставки их сначала упаковывали сотрудники частного охранного предприятия, а после к ним присоединились двое колумбийцев и уроженец Гватемалы. А пропажи мешка с украшениями спохватились уже, когда похитители улетели в Москву и Сеул. Пройти с профессиональной камерной территорию мы не смогли, поэтому все снимаем на мобильный телефон. Именно здесь и проходила выставка ювелирных украшений. Завершилась она два дня назад, но до сих пор стоят вот такие рекламные баннеры, а внутри сейчас разбирают конструкции. Что касается самого павильона, то весь периметр под камерами наблюдения буквально через 200 метров и пост охраны. При этом руководство фирмы-владельца комментировать кражу на 130 миллионов отказались. Но в личной беседе по телефону все же пояснили, что ответственность несет некая транспортная компания, которая занималась подготовкой драгоценностей к перевозу. Но и там никаких комментариев сегодня не дают. Как мешок с украшениями смог исчезнуть словно бриллиант в стакане воды, до сих пор неясно. Это преступление уже называют кражей века. Но якутские бриллианты не впервые становятся целью преступников. Так, например, в октябре прошлого года похитители вынесли алмазы из павильона ВДНХ в Москве. Там же проходила ювелирная выставка. Сумма, в которую владельцы оценили ущерб, 50 миллионов рублей. Все опломбировали, закрыли под замок, встали под охрану. Утром приходим на работу и обнаружили скрутую векретрину. Вызвали сразу охрану, полицейских. Еще один якутский камушек с уникальной огранкой преступники вынесли с выставки Санкт-Петербурга. Воры тогда разыграли целый спектакль. Сначала очень долго изучали камень, а после незаметно заменили его на стекло. Только через несколько месяцев правоохранителям удалось установить, что в коварном плане участвовали двое. Девушка Лю Лиме и ее товарищ Лубо. Сразу после совершения преступления они хотели продавать бриллиант. Но тут их поймали правоохранители. Конфискация как минимум, уголовное преследование вам не избежать. Это сплавдары не для гражданского оборота. То есть только финансовые предприятия, добытчики имеют право работать с таким материалом. При этом специалисты утверждают, что все драгоценности, которые участвуют в выставках, застрахованы. А ответственность за их сохранность несет организатор. Показы ювелирных изделий и частное охранное предприятие. Здесь вопрос еще в том, что владелец камней может обратиться с иском к тому ЧОПу, который обслуживал это мероприятие. Здесь налицо, если не говорить, не дай бог, о соучастии в совершении этого преступления. Здесь однозначно налицо халатность. Казанские полицейские уже установили личности всех похитителей и возбудили уголовное дело по статье кража в особо крупном размере. Вот только удастся ли поймать неожиданно разбогатевших граждан Колумбии и Гватемалы пока неизвестно. Все они объявлены в розыск.